Позвольте мне объяснить, что означает слово «мусульманин». Быть мусульманином не означает, что вы должны покрыть свою голову платком и прочее. Это часть поклонения. Но каждый, кто подчиняется своему Господу, мусульманин. Простите, я не слышу. Я бы не хотела исповедовать такую религию, которая говорит мне, что я должна покрывать свои волосы платком. Вы христианка? Я католичка. Вы католичка. Значит, вы верите в Библию, так? Я не обязана говорить вам, во что я верю. Да, но вы сказали, что не хотите исповедовать религию. Нет, я никогда не буду частью религии, которая связывает с женщинами руки. Вы сказали, что не будете исповедовать религию, которая верит женщинам покрывать голову, так? Позвольте мне прочитать. Они здесь разгуливают полностью покрытые. И все, чего они добиваются этим, так это просто привлекает внимание. Хорошо, это Библия. Первое послание Коринфея. Глава 11. Я хочу прочитать вам Библию. Если бы она только знала, что еврейские католички покрывали свою голову... Вот что говорится в Библии. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, постыжет свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Она феминистка. Но она католичка. А это было в Библии. Ас-саляму алейкум, братья и сестры. Я обращаюсь вам за помощью. Я болею почетом недостаточно. Мне нужна операция. Не хватает средств. Я больше года нахожусь на диализе. Но мое здоровье ухудшается каждый день. Мои деньги уходят все на дорогие лекарства. У меня нет возможности на операцию. Помогите, родила. Вот это феста, вот это все. Вот так идет. Судак ковы.